Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! 80 лет исполнилось бы одному из талантливых поэтов нашей республики Михаилу Бегеру. Есть люди, которые чтят память этого великого поэта, пишут ему посвящения и сочиняют музыку на его стихи. Среди них известный бард Александр Гетманов и его сестра-врач Елена Пшегодская-Гетманова. И сегодня в нашей студии они вспоминают творчество и свою дружбу с Михаилом Леонидовичем Бегером. С ними встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем! Доброе утро! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Повод для нашей встречи, он просто замечательный. Мы сегодня будем вспоминать великого нашего поэта, великого нашего земляка Михаила Леонидовича Бегера. 5 февраля ему исполнилось бы 80 лет. Я вот только что буквально узнала, что вы дружили с семьями. Я знаю, что вы большие поклонники его творчества. И, Саша, обращаясь к тебе, я хочу узнать. Буквально несколько месяцев назад я слышала информацию, что вы хотите увековечить его память через городскую думу. Как продвигаются эти дела? Продвигаются очень хорошо. Мы вообще задумались еще в 2019 году об этом. Ну вот решили через городскую думу попробовать добиться этого. И нам пошли навстречу, очень с пониманием отнеслись. В общем, депутатская группа, комиссия, депутаты. Ну, там практически единогласно все приняли решение. Я знаю, что в Ставропольском крае прошел вечер памяти Михаила Леонидовича Бегера. И вы, конечно, были участниками этого творческого вечера. В чем состояло ваше участие? Как все прошло? Елена, может, вы тоже расскажете? Могу. Меня тоже неожиданно пригласили. И там настолько замечательно прошел этот вечер на высшем уровне. Я не знала, что так любят наши достояния Михаила Леонидовича. Это в городе Пятигорске? В городе Пятигорске, в доме Алябьева мы выступали. И когда я задала вопрос, почему нас пригласили, должны ведь мы? Это наш поэт? А мне ответили, нет, это наш поэт. Но не стали мы делить Михаила Леонидовича, потому что это наше достояние, наша гордость. Он настоящий поэт с такой непростой судьбой. Я знаю, когда вы ехали с этого творческого вечера, вы сочинили посвящение Михаилу Бегеру. Да, мне было видно, что у них первых, они у нас его юбилей отмечали. И я написала в дороге. Ну что же, дядя Миша, будем праздновать. Восемь десятков славный юбилей. Читатели твои такие разные. Кто перышком летит, а кто в седле. Без громких тостов, яств, похвал немеренных. Все просто, скромно, без особых трат. Что Лондон, что Париж, зачем Америка? Черкесску ты всегда был очень рад. Не изменял ни при каких условиях себе, стране, народу своему. И потому за русское здоровье, хоть и не пью, но рюмку подниму. Спасибо и за памятник Есенину. Вы два поэта, Миша и Сергей. Твои стихи, как и его, вне времени. А с ними жизнь и чище, и добрей. Саша, я знаю, что ты давно пишешь музыку на великолепной стихи Михаила Леонидовича. Я вижу, сегодня ты тоже с гитарой. Может, кусочек какой-то песни исполнишь для наших утренних зрителей? Звездный вечер, звездный вечер, Чувства светлые и легки. Я назначу с прошлым встречу под березкой у Аки. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы так бережно относитесь к памяти этого действительно выдающегося поэта Михаила Леонидовича Бегера. Я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо за внимание к этой теме. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Удачного дня и до встречи в эфире.